Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Укладывают плитку, ремонтируют фонтаны, делают освещение. В сентябре самарцы увидят обновленную улицу Старозагора. Газоном рядом со школами особое внимание. Городские власти продолжают бороться с сорняками. На свободу от долгов с чистой совестью самарцам рассказали, как официально стать банкротом. Когда от мастерства зависят жизни людей, самарские пожарные показали, на что способны. В школу без вреда для здоровья врачи рассказали, как сберечь осанку и зрение школьников. В обновленном виде Старозагора предстанет перед самарцами уже в сентябре. На улице установлено новое освещение. Сейчас укладывают плитку и ремонтируют фонтаны. Реконструкция одной из самых красивых улиц города на контроле у мэра. Что еще нового появится на Старозагоре, расскажет Лариса Шалафаст. Подготовка к празднованию 50-летия одной из самых красивых улиц Самары в разгаре. Уже установили больше сотни новых световых столбов. Приступили к ремонту фонтанов, заменили трубы и насосы. Скоро начнут реставрировать старую мозаику, которую обнаружили недавно при ремонте. Перекладывают и тротуарную плитку. Всего по плану обновить больше 10 тысяч квадратных метров. Свою лепту внесут и самарцы. Общественники вышли с инициативой материально поддержать масштабный ремонт. Каждый обновленный за счет инвесторов квадратный метр будет отмечен памятной табличкой. Порядок по укладке именной плитки будет отработан. Уже есть проект. Сейчас данная ситуация в порядке обсуждения. Вот это все будет гласно, публично и люди об этом будут знать. Приведут в порядок и деревья. Их украсит иллюминацией. Фасады домов покрасят в единой цветовой гамме. Установят новые урны и лавочки. По поручению главы города к окончанию ремонта на Старозагоре не должно быть незаконных киосков, которые портят внешний вид улицы. Киоск, какой бы габаритный он ни был, надо сносить. Поручение Андреянову, главе района, значит, доложить в ближайшее время о подаче исков и о предложении к подемонтажу незаконного киоска. Значит, обратиться к прокурору района и к начальнику РОВД района с просьбой оказать административное воздействие, значит, на нарушителей. Убираем все полностью, бульвар очищаем. Управляющим компаниям поручено очистить фасады и остановки от незаконной рекламы. Раз это незаконно, мы что-то церемонимся там. Люди зарабатывают на наших площадях, они, так сказать, информируют граждан, где их предприятия находятся или их магазины. А мы все с вами как-то так это, значит, стесняемся им об этом сказать. Ну, хватит тоже. Значит, здесь надо ускоряться вам. К открытию бульвара департамент образования готовит большую праздничную программу большая ярмарка. В программе праздника русские и болгарские народные игры, песни, игровые площадки, тир, мини-гольф, шаточные бои, мастер-классы по следовыми болгарских и русских сувениров. Это браслеты, куклы-обереги и другие, выступления циркачи, гимнастов. Торжественное открытие Старой Загоры запланировано на 17 сентября. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Олимпийские медали не получают, но фору спортсменам вполне могут дать. В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства, название лучшего пожарного и начальника караула. Участие в нем приняли спасатели из более чем 20 пожарных частей региона. Павел Буймаков продолжит. Они и спасатели, и спортсмены одновременно. На соревнованиях, как и на работе, успех зависят от каждой секунды. В реальной ситуации ловкость, выносливость и скорость могут спасти человеческую жизнь. Илдус Асадуллин в пожарной охране работает уже почти 15 лет. Свободное время отдает тренировкам. Отсюда и звание мастер по пожарно-прикладному спорту. По штурмовой лестнице на четвертый этаж забирается за 14 секунд. И все это в полном снаряжении. Чтобы понять, насколько тяжело находиться в этой боевке, ее надо одеть. Особенно летом, в 30-градусную жару. Штурмовка вообще, это мой самый любимый спорт. Готовимся, постоянные зачеты и так далее. Держимся на уровне. В форме нужно быть постоянно. Боевые навыки на работе приходится применять чуть ли не каждый день. На соревнованиях спасатели сдают челночный бег, подтягиваются и вяжут специальные спасательные узлы. Спасательные узлы, которые могут быть навязаны на потерпевшего, то есть обнаружен человек в условиях пожара. Есть возможность его по пожарной веревке спустить. Есть определенный узел, которым пожарный завязывает пострадавшего и аккуратно его эвакуирует в безопасную зону. Участие в состязаниях приняли спасатели из 21 пожарной части региона. Лучшим предстоит выступить на региональных соревнованиях. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События. 1 сентября силовые ведомства Самарской области будут работать в усиленном режиме несения службы. Задачу обеспечить безопасность в День знаний поставил губернатор Николай Меркушкин на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Всего в регионе свои двери откроют для школьников и студентов почти 2000 образовательных организаций. А уже менее чем через месяц в Самарской области пройдут выборы. В День голосования необходимо усилить антитеррористические меры, чтобы обеспечить нормальную работу на участках всего их более 1700. Каждый из них будет оборудован камерой видеонаблюдения. Сегодня, по мнению главы региона, нельзя исключить, что есть силы, заинтересованные в том, чтобы сорвать законный ход избирательной кампании. Это все ведь очень серьезно. Очень серьезно. Те, которые идут на это во время выборов, они могут в любой момент быть надержанными. И мы формально, на бумаге, мы прекрасно работаем. А на деле могут в любой момент все парализовать. Если мы к этому относимся легко, это до поры давления. Это может так же ударить с любого блока по любому вопросу. Подготовкой ко Дню знаний занимаются и городские службы. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии особое внимание служб благоустройства обращают на покос сорной травы рядом со школами. Избавиться от аллергенных растений необходимо в радиусе не менее 5 метров от учебных заведений. В городе 166 школ. Многие уже привели в порядок территории. Но есть и те, где такая работа еще нужна. В зоне внимания городских властей не только школы, но и территории рядом со служебными постройками ресурсоснабжающих организаций. Косить траву здесь обязаны сами газовики или энергетики, в зависимости от того, кому принадлежит строение. У меня просьба все-таки проработать вопрос по подстанциям, по насосным. СТП, да, есть надписи, есть не только покос, но еще и состояние непосредственно строения. Эту информацию непосредственно ресурсоснабжающим организациям и на контроле районов на этой неделе. Гастрит, близорукость и нарушение осанки – традиционные заболевания школьников. В лидерах недугов плохое зрение у 22% детей. У такого же количества гастриты. Многие школьники страдают от плоскостопия, ожирения и сколиоза. Как сохранить детское здоровье, рассказали психологи, педиатры и узкие медицинские специалисты. На заметку родителям, в первую очередь необходимо соблюдать режим дня ребенка. Он должен вовремя питаться, отдыхать, спать не менее 8 часов и не перевозбуждаться в вечернее время суток. Также нужно контролировать психическое состояние, следить за тем, как ребенок адаптируется в коллективе, общается со сверстниками и учителями. Отрицательное влияние на нервную систему оказывает постоянное сидение за компьютером и всевозможные гаджеты. Лучше отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Режим дня. Здесь плюсы абсолютно во всем просматриваются. То есть, с чего начинает ребенок свой день. Это и зарядка, и водные процедуры, и завтрак, приготовление уроков. По окончании школы не должно быть самостоятельных прогулок. Ребенок должен прийти домой, переодеться, пообедать, отдохнуть, приготовление уроков. Далее у него появляется свободное время. Глава города Олег Фурсов встречается с общественными организациями города. На встрече с членом Президиума Союза Женщины России Мариной Седухиной речь шла о мерах поддержки молодых семей, людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности в нашем следующем сюжете. Одна из главных тем встречи – решение квартирного вопроса ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году в разы выросло количество квартир, в которых при поддержке городского бюджета провели ремонт. Всего 803 адреса. Кроме ремонта предоставляется и новое жилье. То количество жилья, которое приобреталось ранее, оно не в полной мере отвечает запросам к гражданам. Но я могу вам сказать, что по этому году мы практически закрываем очередь по ветеранам. Мы получили деньги на обеспечение жильем 32 ветеранов. Сейчас эта задача выполнена. Мы постарались сделать к 9 мая подарки такие людям, которые защитили нашу Родину. У нас осталось в очереди 12 человек, и мы надеемся, что до конца этого года, по линии областного бюджета, мы такие деньги получим. Квартиры в этом году получили 70 молодых семей и 127 детей-сирот. Также на встрече обсудили создание в Самаре безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие шаги в этом направлении уже сделаны. Но еще есть над чем работать. Мы видим, что социализация идет этой категорией людей. Они все больше хотят быть в обществе востребованы. И очень важно, что если будет, скажем так, хорошая и дорога, и, возможно, безбарьерная среда, которая им позволит социализация в обществе и по рабочим местам, и самое-то главное, передвижение. Потому что я знаю, что и низкопольные вы закупили автобусы, и у нас сейчас низкопольные есть трамваи. Поэтому, наверное, вот, Олег Борисович, вот эта вот безбарьерная среда тоже очень важна. Как власти здесь смотрят в муниципалитете? Конечно же, для этой категории людей должны быть элементы, которые снижают риски. Риски, в том числе, передвижения по городу. Здесь очень много делается. Стандарты, которые задал губернатор, они воплощаются в жизнь. Мы видим, что при ремонте тротуаров тактильная плитка устанавливается везде. Звуковые сигналы на переходах оборудуются. Марина Седухина также обратилась к главе города с просьбой рассмотреть возможность организации в детских садах инклюзивных групп для детей, больных аутизмом. Сейчас в Самаре только один детский сад занимается социализацией особенных детей. Олег Фурсов идею поддержал и подчеркнул, что этим темам будет уделено особое внимание при формировании бюджета на следующий год. Лариса Шалафаст, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре ограничат движение транспорта по нескольким внутриквартальным проездам. Это связано со строительством газопровода. С 23 августа на три дня перекроет участок ключевого проезда протяженностью 30 метров в направлении Революционный. Еще одна часть ключевого проезда протяженностью 50 метров будет закрыта для транспорта. Работы будут вестись в районе дома номер 128 по Революционной. С 23 августа до 10 сентября будет закрыто движение по Черновской магистрали на участке длиной 50 метров от улицы Аврора в направлении улицы Энтузиастов. Автопарк подразделения скорой помощи Самарской области получит новую технику. На средства федерального бюджета для региона закупят 13 машин. Все машины отечественного производства, 4 из них полноприводные. Всего на поставку машин скорой помощи для регионов РФ из федерального бюджета выделили 3 миллиарда рублей. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для строительства развязки Московского шоссе улиц Гагарина и Луначарского. Из областного бюджета на эти цели в этом году выделят 3 миллиона рублей, остальное в следующем. Планируется, что диаметр кольца будет примерно 60 метров. На нем будут три полосы движения. Стоимость работ составит 171 миллион рублей. Определено расписание ЕГЭ в дополнительные сроки. Экзамен пройдет в сентябре по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня. Так, 5 сентября состоится экзамен по русскому языку, 8 сентября – по математике. Что касается ГИА, участвовать в них в сентябрьские сроки имеют право те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету. 46 человек пострадали в области от укусов клещей за последние недели. Годом ранее эта цифра была в три раза выше. Медики связывают это с увеличением числа людей, сделавших прививку. С начала года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано почти 10 тысяч человек. Всего же с начала эпидемического сезона зарегистрировано более 5000 пострадавших от укусов клещей. Полицейским удалось предотвратить заказное убийство. Ради жилплощади самарец готов был пожертвовать собственным отцом. На этих кадрах задержание 40-летнего мужчины. По данным полиции он нанял киллера, чтобы расправиться с родственником и завладеть трехкомнатной квартирой в Самаре, которая перешла бы ему по наследству. Информация о готовящемся преступлении дошла до полицейских. Те, в свою очередь, под видом исполнителя инсценировали убийство потенциальной жертвы и предоставили заказчику фотографии с места. После передачи заказчикам убийства исполнительного денежного вознаграждения подозреваемого задержали. Он пояснил полицейским, что пойти на убийство отца его вынуждено в тяжелое материальное положение. По данным силовиков, мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за изготовление избыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков. Теперь уголовное дело возбудили по статье «Организация убийства». Более 500 жителей Самарской области могут стать банкротами. Их дела сейчас находятся на рассмотрении в арбитражном суде. Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре прошлого года. Согласно ему, любой гражданин, имеющий долги перед банками или налоговой службой, может быть официально признан неплатежеспособным. Кредитор вправе запустить процедуру банкротства, если задолженность превышает полмиллиона и за три месяца на счет не поступало ни копейки. Гражданин же может обратиться в суд с любой суммой долга, если понимает, что дальше платить у него не получится. Но сделать это все же придется. Суд назначает финансового управляющего, который будет вести дела заемщика. Его услуги стоят 25 тысяч рублей. Деньги эти возьмут с должника. Одна из задач управляющего – распродать имущество гражданина и за счет этих средств расплатиться с кредиторами. По закону реализации подлежит не все. Единственное жилье, конечно, относится в данный перечень, если оно является единственным. Это же также личные вещи непосредственно гражданина, необходимые ему для его жизнедеятельности. Как правило, по практике реализация подлежит, допустим, долю в уставному капиталю. Это непосредственно автотранспорт, это недвижимое имущество, если имеется. Далее новости с фондовых рынков. Слово нашему экономическому обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Нефть дешевеет, доллар растет. Сегодня за один баррель черного золота дают 48 долларов 70 центов. На 24 августа Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 76 копеек, евро 73 рубля 47 копеек, золото стоит 2754 рубля, серебро 39 рублей 4 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 72 копейки, дороже всего продать за 66 рублей 9 копеек. По данным статистики, россияне стали чаще искать разовую работу с моментальной оплатой. Каждый пятый готов отказаться от стабильного оклада ради ежедневных выплат. С начала года россияне потратили на автомобили почти 800 миллиардов рублей. Возможно, в будущем им удастся сэкономить на страховке. Полис ОСАГО для автомобилей с мощным двигателем может подешеветь. В правительстве предлагают пересмотреть всю сетку коэффициентов, многие из которых уже потеряли актуальность. На этом все. Удачи в делах. Памятный знак Куйбышев «Запасная столица» вручили Самарскому соединению войск Национальной гвардии России. Награждение прошло в особый день. 23 августа по всей России празднуют победу в битве на Курской дуге. Репортаж Марина Кравцовой. Их задача – охрана порядка и обеспечение общественной безопасности. За патриотическое воспитание молодого поколения памятные награды Куйбышев «Запасная столица» получает командование Самарского соединения войск Национальной гвардии, личный состав и ветераны внутренних войск. Вручение Самарскому соединению войск Национальной гвардии России памятного знака Куйбышев «Запасная столица» приурочили к дню воинской славы, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве в 1943 году. Воинская часть 55-99 – одна из старейших в стране. Она была создана в декабре 1918 года. А в годы войны около 1200 военнослужащих из состава части ушли на фронт. В победу на Курской дуге огромный вклад внесла и запасная столица. Большинство штурмовиков Ил-2, участвовавших в сражении, были сделаны в Куйбышеве. Каждый второй снаряд был начинен взрывчаткой, произведенной в Щипаевске. И запасная столица в военное время была под защитой. Здесь же выполняли свои боевые задачи и воины 80-й дивизии внутренних войск, которые, помимо того, что отправили свой ющий состав непосредственно на фронт, здесь, в Куйбышевской области, выполняли задачи, связанные с обезврежением диверсионных групп, с обеспечением режима военного положения. Эти страницы истории нельзя забывать. Ветераны и военнослужащие своим примером чести и мужества воспитывают новое поколение. Награду от правительства региона выручили в торжественной обстановке, но в соответствии с уставом. Это действительно праздник. И такие праздники должны быть. Они сплачивают, они воодушевляют личный состав. И, конечно, каждый из них еще с большей ответственностью будет подходить к решению тех задач, которые стоят перед частями. В год 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы памятные знаки будут вручены 100 тысячам жителей Самарской области, ветеранам и тем, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Мар-2, Чуваши, Башкиры, Татары и Русские. Эти народы исторически проживают на самарских просторах. И каждый раз все они шумно и весело собираются на совместные праздники. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Сюк-сюк-ковава. О тружениках села поется, пожалуй, в самой известной мордовской песне. В трудолюбии этому народу не занимать. А потому Мар-2 всегда умела и хорошо поработать, и знатно отдохнуть. Вот и на праздник, устроенный местной мордовской национально-культурной автономии, собрались соседи, представители самых разных национальностей, проживающих на самарских просторах. Мар-2, Чуваши, Татары, Башкиры и Русские. Мы собрались для того, чтобы все вместе еще раз озвучить то, что мы все живем на самарской земле, что мы являемся патриотами и любим свою землю, что история Мордвы непосредственно связана с историей нашего города, с восстановлением этого города, что мордовский народ очень гостеприимен. Мы разные, но мы вместе. Эти слова звучали со сцены как минимум на пяти языках. Песни, танцы, стихи, видеозарисовки – то, чему не нужен перевод. Потому что главная мысль и так понятна всем присутствующим. Соседи должны дружить. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, душой мы все едины, живем на самарской земле, мысли у нас все едины, чтобы мир был, чтобы благодать Божья была, чтобы дети наши росли в мире, в дружбе, ведь они учатся в школе, в институтах, и должны учиться вот этому миролюбию. Когда мы начали познавать мир, мы уже видели, что рядом с нами живут такие же люди, но почему-то они говорили на других языках, но они такие же дружелюбные, такие же порядочные. Мы все говорим на разных языках, но мы едины. А пока на самарских просторах слышны голоса разных народов, можно с уверенностью сказать, что программа «Самара» многонациональная в нашем городе реализуется весьма успешно. Юлия Чернеева, Василий Колдашов. События. Новости спорта в эфире. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». И мы держим руку на олимпийском пульсе. Лучники разыграли кубок Самарской области. Самарские паралимпийцы не поедут на Олимпиаду в Рио. Российская паралимпийская сборная не поедет на игры в Бразилию. Такое решение принял спортивный арбитражный суд после апелляции Паралимпийского комитета России по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Свой вердикт Паралимпийский комитет вынес, опираясь на доклад Макларена. В нем говорилось о якобы исчезновении 35 положительных допинг-проп российских паралимпийцев. В национальную сборную вошли 7 самарских спортсменов. Вероника Доронина и Николь Радамакина – легкая атлетика, Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский – плавание, Наталья Далекова и Николай Крыгин – пулевая стрельба, Сергей Батуков – велоспорт. Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Мастер спорта СССР Алексей Подгорнов начинал стрелять из лука еще в Советском Союзе. Тогда Тольятти был столицей этого вида спорта в Куйбышевской области. Сейчас ветеран тоже в строю и не пропускает ни одного областного соревнования. Ностальгия по былым победам не дает Подгорнову оставить стрелы в колчане. Спорт – это такая область, где можно независимо от социальных каких-то факторов, семейное положение, школа, найти себя, доказать, что ты что-то можешь. Достижку-то рубеж. Сборная Куйбышевской области была чемпионами неоднократными России по урожаю. Многие попали в сборную России в общую по юниорам. Спортсмены выбирают любой лук для стрельбы – блочный, традиционный, классический, то есть олимпийский или длинный. Игорь Мантусов освоил блочный 8 лет назад в Москве. Приехав в Самару, организовал один из этапов Кубка страны из этого оружия. Блочный лук универсальный. Из него стреляют и на классической стендовой стрельбе на стадионе, и на 3D, то есть в лесу по имитациям животных и птиц. Классика 70 метров сейчас стреляется. Не то, что сложнее, менее интереснее для меня. Потому что я еще участвую в 3D соревнованиях, там в блочном луке в классе. Поэтому легче совмещать и здесь блочный лук, и там блочный лук. Кубок области по стрельбе из лука проходит по классической схеме – 6 подходов по 6 выстрелов. И так два круга. В итоге после 72 попыток попасть в десяточку определяется чемпион. На трех дистанциях – олимпийских, 70 метрах, а также 50 и 35. Свои коррективы в борьбу за медали внесла погода. Сегодня ветерок, достаточно сильный. Ну, еще хорошо, что он попутно стрелы уносит, задирают хвосты, так сказать, идут ниже. То есть достаточно, вот видите, как у меня развивается, достаточно порыв ветра. Достаточно сложная погода для стрельбы. Но ребята молодцы, мимо счетов нет, во всяком случае, что говорит о хорошей подготовке. Кубок Самарской области разыграли спортсмены из Самары, Тольятти, Новокубышевска. Всего 30 лучников. Победу праздновали Игорь Мантусов и Алексей Подгорнов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин